Ой, я вот все хотел сказать сегодня. Задают вопросы, но я не знаю, сколько вопросов кому задают. Есть, видно, что священники отвечают. Я повторяю, что пришлось много общаться с народом, выступать в заводы, фабрики, школы, университеты, радиопрограммы. Здесь, в ближнем, дальнем, зарубежье. Ну, я не могу найти, где бы ни задавали. И вопросы бывают, повторяются, а бывают редкие. И я отвечал, и уходили. Мне тогда сказали, надо сохранять это. Один записывал, и потом часть. Я говорю, как ты сохранишь их? В писанном виде. Я тогда сказал сразу, вопросы только в писанном виде, чтобы я их расслышать и правильно понять. И когда сказали, это уже в конце моей работы, и сразу накопилось 4124 ответа. Тысячи. Вот сами попробуйте ответить 2-3 вопроса, увидите. А у меня вопросы бывают несколько страниц. Из ссылки на Евангелие, на Библию. Вот я отвечаю, что говорит об этом Святая Библия по вопросу. Что говорят святые отцы, что говорят каноны, и что говорят жития святых. То есть везде измерение идет на тысячи. Жития 1173 жития за 20 лет. Каноны 719, а так 989, с декретариями инистия Иоанна. Труды святых отцов, это 300 томов. Ну понятно, что это огромнейший, огромнейший материал. И вот по 4 параметрам, ну и Библия с неканоническими книгами. Все тут говорить много. Ну и как вот пророки писали? Что они говорили? Пророк это не означает, знает будущее. Пророк это тот, кто знает прошлое. Который знает настоящее, разбирается в нем. И предведение есть о будущем. Моисей, а что он о будущем сказал-то? Он рассказал, как мир был сотворен. Дальше. Вначале сотворил Бог небо и землю. Ну а сейчас как? Ну как? Вот говорят, было пророчество. Приписывают там нектария. Это намного раньше. Намного раньше было. Что война будет, видимо, мировая. И она закончится с Китая. Между Бией и Катунью. Я это слышал. Еще считать не умел. А это уже написано было сотни лет раньше. Между Бией и Катунью. Потом я узнал, там город Биск. Мировая эпоха закруглится здесь. Как это так? Так ли это? Не знаю. Но мир будет опутан железом. Железом и бумагой. А почему? Бумага дорогая, железо дорогое. А сейчас тонкое железо, как проводами. Везде идут. Провода, железные дороги, все железо. И бумага. Как не говорим там интернет. А бумага все-таки и газеты выпускает. И журналы, и большими тиражами. И люди берут. С интернетом тут игрушки такие. Выключили свет и все. Больше ничего нет. Все только погаси. Ни у кого ничего нет. А у нас вон книги. Посмотри, у меня книги какие. Она 38 моих книг. Он оттуда, с краю начать. Ну вот как? Я говорю, ну вот при нашей жизни что было? Это то пророчество было, да. Ну вот пророчество. Простое дело. Мы гонялись за пишущими машинками. Украина 2. Привозили для всех. И кто-то бы встретился и сказал. А я вот вижу, в будущем она машинка будет не нужна. Ее убрать не будут. А будут так вот нажимать только и все. Колотить не надо. Там нужно отрабатывать было тяжелый удар. Вот эта вот кисть. Кисть даже. А сейчас не надо пальцами только. Ну и как? Да, Бухово не так. Можно как ее стирать. Нет, не надо. Просто она нажала. Понимаете, я много печатал. Много-много. Тысячи страниц на машинке. Поэтому на этом я печатать не могу. Она другая клавиатура по размеру. И палец хватает несколько. Уже не отвыкнуть. Ладно, вот программу дали. А сказали бы, а будет так. Вот ты говори, и сама машинка запишет. Вообще бы не поверил. Я бы не поверил. А сейчас у меня такая программа стоит. Говорю вот сейчас по-русски. Она сейчас запишет по-английски, французски, китайски, арабски. То есть, как ты что изберешь. Десятки языков. И переведет тот язык. Да не может быть, может быть. Вот я знаю, приходили квитки и говорили. Тебя вызывает разговор. Свои, не зарубежные. С Камчаткой сестра у меня там поговорить. Тогда была там. А вот эти кабинки. Кабинка такая-то, проходите, такой-то. Соскакивает и бежит. Вот у нас-то в главпочтамке было. Сейчас прихожу, ни одно нет. И кто-то бы раньше сказал, хотя бы там года за два, сказал бы, кабинки будут пустые, и никто не будет приходить и звонить. Как это так? Очень просто. Мобильный телефон. Вот он. Зачем мне это нужно? Связь какую-то. Сейчас ты к номеру набрал. Я могу сейчас с Америкой поговорить. С любой страной. Вот мы где ездили. Везде далеко находимся, и оттуда можно поговорить. То есть пророчества мелкие такие, но предвидения не было. Я нигде этого не слышал. Вот чтобы кто-то говорил, что будет вот так. Не знаю даже. По телефону идти дорога, и человек идет и разговаривает, и теперь даже может видеть. Ну, посчитали бы ненормально, идет один и разговаривает. Этого не может быть. Просто не может. Я бы никак не поверил. И вот по изобретению, которое здесь, вот сейчас по скайпу, я разговариваю, и там попутно показывают, что они в семье, бегают ребятишки. Любой конец света. Да не может быть, и при том дома. Сказали бы, кинотеатры вот эти, там почти никто не будет ходить. Зачем? Я сейчас могу выбрать любой фильм по названию. Вот сегодня мне дали, чтобы я посмотрел и дал отзыв о фильме, называется «Ученик-2016». Отличный фильм. Ну, только что выставили. Только-только. Вот. Про мальчика, который в руках держит Библию, увидел, что не так действует, и везде пошел на конфликт. С матерью, со всеми. Ну, я его не могу советовать вам смотреть, но посмотреть можно. Явно, что он не церковный. Он уже сразу из Библии-то прямо, он берет, и чего тут я к папам пойду-то. Ну, видно, что фильм как бы с протестантской стороны, с их уклоном. Уклон, не уклон, но это уже где-то есть. А зачем пойду в кинотеатр, когда я могу здесь? Вчера я днем посмотрел, я говорю, пять, больше фильмов посмотрел. Какие? Про северных медведей, про косатку, про рыб, про белух, про пингвинов. Я просто люблю это. И один фотограф, кто он там сказать, с камеры снимал в фашистской Германии. Много. Советские снимали. Документальные. Я очень люблю документальные. Как там, где было. Буду дома сидеть и смотреть, как будто там присутствует. Вот сейчас, как снимают крышку с гроба, в гробе Господнем называют. Я могу дать ответ, и одновременно много людей увидят. Вот сегодня только я поставил, показать. Ну, у меня там маленькое посещение. Кого там это? Вот поставил, называется Роман Малыш. 155 за 4 часа назад. Вот неведомые люди, я их не знаю, они заходят и видят мы с Романом, стоим, разговариваем и прочее. А Масленники узнал, поставил. События дня. То есть, все, что есть. Невероятно. Вот подъем рано встает, 884. Только поставил вчера 722. Но я повторяю, у нас очень маленькое посещение. 955, вот это 3 дня назад. Даже некоторые попутно показать. Сказали бы, столько людей, будет в один день знакомо с тем, что вы сказали. Даже не поверил бы. Тут у нас что еще есть? Вот. Ну вот, 788. Вот здесь 1391. 1300. 2120. Но это уже неделю назад. 2120 я в глаза не видел. И кто-то сказал бы, по проспекту, по улицам, ну, допустим, 100 лет назад, 200, ни одной лошади не будет. Как не будет? Ну, не будет их. Не говорил бы, что. Я бы догадывался, как это не будет, если машин когда еще не было. Ну, в лошадях ездят. Да не будут ездить. А как они будут? Ну, а как на море корабли, на кораблях ей перестанут ездить, и билеты не берут? Так как, по воздуху? По воздуху. Так сколько-то надо. Три миллиона ежесекундно в воздухе людей. Круглосуточно три миллиона. Одни садятся, другие поднимают. Три миллиона. Представьте, да какой корабль, где увез три миллиона-то? Но это все предсказания, как бы маленькие. Но вот так много они значат. И что делать в Иерусалиме? И как там они сейчас первосвященника избрали? Мы узнаем в тот же день. Кто-то сказал бы, вы будете знать все события в мире, и каких-то царей будут там Трампа поизбирать-то? Я бы ничего не поверил. А сегодня, вот только увидели, сейчас фотографируют, и звуки с неба льются трубу. Я прослушал, наверное, около десятка. Что это? Все говорят, это ангел трубит. О грядущей великой беде, Третьей мировой войне. Я слушаю действительно так. На фоне там услышали, тут же сняли, все, я вот дома сижу. То есть пророчество, тогда это бы, не знаю, какой пророк был, а сегодня даже нужды нет. И сказали бы, ну вот человек умер, и больше мы не можем вспомнить, какой был. Но у нас в то время это видика не было, аудио-то было. А у брата был киноаппарат. И он снял нашего отца. И мертвый приходит, разговаривает, мама, как это? Ну вот мы сегодня-то записываем это все на любой телефон. То есть вот это развитие техники, особенно электроники, оно всех людей, которые сегодня имеют. Но они бы, если тогда раньше жили, никто бы больше не знал, это все бы посчитали за пророков. Сегодня когда, прямо сказал бы, называться будет так-так-так-то, так-то, то есть до еще кто изобрел интернет, Тим Бернерсли, телефон Мартин Людь этот, Купер изобрел, еще их бы не было. Но кто-то бы это имел. Имел и стал бы это, ну так вот говорить, а что мне сейчас говорю? Пророчество? Да. И сказали бы, бумаги будет очень много, и она не такая уж и дорогая будет. Можно опутать весь мир. Я вот посчитал, у меня сколько книг я издал, да кого я издал-то? Это где-то, ну, около, может быть, сорока тонн. Тонн! Книги эти весят. Ну, очень просто. Тридцать, один килограмм весит, полная, а их тысяча, тридцать одна тонна, только на это ушло. А я переиздавал еще, которые, по две, по три тысячи. Так я-то кто там, бложка-вожка, не видать даже где. И вот, изобретения вот эти вот, подведут к тому, что ими воспользуются. Какими изобретениями? Ну, я думаю, я так думаю, голография выйдет на первое место. Сейчас ее нету, почти нету. И образ будет двигаться и говорить, чтобы поклонялись ему, прям являться. А ничего нет, руки протянуты, как это вот бывает, явление умерших. Говорят так. И в это время он подходит, и я, говорит, хотел что-то сказать, а сам через него прохожу. Ну, душа, дух, это такое дело. Поэтому на все, на это нужно смотреть с позиции вечности. Вот такие у нас изобретения, просто удивительно. А лучше стали жить мы? Нет. Лучше наши отношения друг к другу стали? Нет. Для спасения сильно повлияло? Да может никак. А может даже наоборот. Ну, тот, кто правильно пользуется, это здорово. Через это у меня вот многие люди, наши ресурсы, многие пришли, пишут об этом, говорят, звонят, и приезжают потом, мы рядом живем. А из-за одного из таких людей мы завтра встречаем, другой там на той неделе встречаем уже. К нам приезжают, у нас пожить конкретно. Я вот сегодня хотел сказать, вот к таким пророчествам, которых не было, но которые на деле показывают, как это, были бы они пророчества, если бы о них говорили, мы должны это все, как это называется, экстраполяция, перенести на сегодняшний день ищут дальше. Огонь с неба будет не заводить, будет воскрешать мертвых, а на самом деле нет, это все призрачно. Ефрем Сирин об этом говорит. Поэтому настроить себя, проверять все Словом Божиим, чудеса не искать, прославлять Бога за все, чем Он облегчил нашу жизнь. А жизнь наша облегчается всем. стирать. Кто-то бы сказал раньше, стирать так вот не будут бабы там полоскать в холодной воде, а как? А в избе теплой, она может сухое белье выдать и чисто будет, да почище, чем ты руками. Да не может быть. Да и мыло не надо будет, а там порошок сыпнете. Это есть? Да, мы привыкли. И что, в жаркий день будет стоять ящик, стоять даже на жаре, и в нем будет холод, все будет застывать. Даже в это не поверили бы. Даже недавно, шифер, 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 и вдруг сейчас все разного света, крыши, ну, всего 20 лет назад бы никто не поверил. Ну, один где-то, два есть, да кто-то где-то. И что окна будут менять, они вот такие будут там, и тепло будут, ну, пластиковые окна вставлять. То есть, я строитель, и меня это всегда это трогает. И что, штукатурить не будут, а там натяжные потолки, да, разные. Я этому не учился, этого не было. Я знаю, что вот так надо делать. А сейчас печку такую поставят, конечно, как нашу, они не поставят. русской печи не будет. Но, однако, вот видишь, какое совершенство. Мыши будут убивать, но все это будет влиять на человека. Яд. А когда естественно, все, вот тогда было все естественно. На коре писали, естественно, ничего не тратили. Везде химия. Но на этом тоже будут играть. Вот, есть такой Герман Львович Стерлигов, вот, ох, мошенник, самый настоящий. Сколько их людей обманул, пока сделался миллиардером. Сколько? И вот везде что-то говорит, новое, дрожжевое, бездрожжевое. Ничего сам не делает. То есть, деньги-то есть. А люди туда лезут. Надя, посмотрел, сына выводит, Сергея, в свет. И вот, ну, вы делаете хлеб бездрожжевой, а муку где берете? То есть, ему надо, чтобы в его магазине брали за 550, за 600 рублей, или сколько там, один, булочка хлеба. Его опрекнули. А мы кормим бесплатно, если кто-то подойдет и скажет, у меня не надо что купить, так мы досыто накормим. Ну, кто будет просить-то, досыто накормят? А за это время-то, богатые действительно берут, этот, ну, видите, как мы кормим, можем 80 человек в день накормить. Ну, даже вы можете накормить, сейчас хлопнет, берет. Даже можете, но не кормите. Вот они сказали, он говорит, а муку где берете? Ее протравливают. Ага, муку брать только у него. Ту муку она порочила, которая продается. Действительно, там, все это обрабатывается, не так, ее на поле. Теперь человек говорит, я сам буду мельницу купил. А пшеницу где брали? А она вся на поле с отравой. То есть он знает, что сказать. У него и фамилия-то на стервинге, кто-то, видать, прадеды были-то. Это не русская фамилия-то. А фамилия денежная единица измерения в Англии. Дальше что? Люди стали простых фермеров брать или около дома участок засеять. Ну, у нас, да, самое настоящее только на нашей улице мой магазин. Почему? Соль-то у вас химическая. Теперь он на соль перешел. Вот такие вот дела-то выкрутасы, а где соль брать? Ну, это надо знать. Он не говорит. Он не говорит, где. А одному сказал, говорит, я мобилирую в шахте, чуть ли не воровство. Там, где пять пащек, или сколько. соль, которую надо воровать. Это, понимаете, это искусство. Искусство облапошить человека, обмануть. И что, думаете, стерлингов будет 969 лет жить? Нет, не доживет он. Не доживет. Во-первых, много переживаний, там, какие-то моды, там, делает жена, то есть, деньги, стерлинги, везде есть. Разрушитель. Ему другого имени нельзя давать даже. А при чем тут он? Потому что, вот он говорит, лохов разыгрывают. Он, это его слова, чтобы с нами так не поступали. А он так и поступает. Он только как бы отводит от себя это дело. А почему? Потому что он знает, грамотный человек, знает, и начинает. Патриархия Московская, это юридическая лжецерковь. То есть, представьте, сколько человек уже в церковь не должны идти. Это не разрушитель. Соробрячество, лжецерковь, ходил к ним, все, но деньги, видимо, где-то попросят. И он сейчас, есть епископ, который не связан ни с унией, ни с чем патриарх, это еретик, папа еретики. Он не еретик. Он просто великий инквизитор и обманщик. Люди, какое мучение через это получают. Но купил, все сделал, соли нет. А соль, соль нигде не купишь. Он знает одну шахту, но в нее никто не залезет. Надо все это придумать как. А что он уже кается? Мы за него все время молимся. По бороде он говорит, вот правильно. Но когда начинает говорить, то в этих словах все время подмешивается обман. По слову Божию ничего не может сказать. Вот дата не та. Вот там вот, который кодекс Ивана Грозного, он теперь книгу, для него это полкопейки не стоит даже. Люди едут, туда вижу, сидят. И вот он мед там наливает в тесто. Где ты меду наберешься-то? Если весь хлеб печь с медом, то ну обман же. Он у нас вкусный, у нас вкусный хлеб. Но мы берем муку, которая государственная мука, и дома стряпают, нам удобнее так. Это знают люди. И вот куда я не погляжу, везде этот обман. Он ничего не пророчествовать не может, он не знает этот человек. А вот если бы заранее знали, что появится человек, будет вас обманывать, бездрожжевой, называть все. И сказали бы, да не может быть, но вы-то и обмануты. А вы не будете? Да никогда. Даже разговаривать с ним бы не стал. Он хулиган. Он хватает за стола, все бросает, собеседника всегда казать не может. Он как Жириновский себя ведет. А зачем о нем говорите? Ну, чтобы глаза открылись. И что ему не спастись? Не знаю. Без церкви нет спасения. Он и не церкви. Его даже еретиком нельзя назвать. Он никто. Никто. Совершенно. И вот теперь, когда разговариваем о пророчестве, надо смотреть, когда начнет это все изобретение все подвигнуться на одного человека, и вот тогда вздрогнут люди. А нужно ли было? Нужно. Но надо смотреть, где грань, за которой полностью уже стоит сатана. ИНН, чипы разные. Вот немножко на сегодняшнее утро размышления. Я завтракал, и сидел, и смотрел, и думал. Богу нашему, слава, во веки веков. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.